Привет всем! В этом ролике я расскажу о некоторых тайных свойствах вот таких силовых диодов и тиристоров. Знаете, что общего между такими полупроводниковыми выпрямительными приборами и ключами и вот такого, скажем, небольшого конденсатора? А общего у них то, что диоды и тиристоры имеют емкость. И эту емкость мы сегодня измерим. Как ее измерить? Для этого нам достаточно взять прибор, который способен измерять емкость. Это, к примеру, тестер с вот таким вот режимом работы, с помощью которого можно измерять емкости до 200 микрофарад, а минимальное значение 20 нанофарад. Все остальное идет в пределах погрешности. Итак, давайте проверим, а какую же емкость у нас имеют тиристоры и диоды. Для того, чтобы измерить емкость, надо включать эти полупроводниковые приборы в противоположном направлении, чем они предназначены проводить. Иначе у вас прибор просто зашкалит. Давайте подключим наш прибор к полупроводнику. Итак, прибор нам показывает 0,7 нанофарады. Данный диод имеет достаточно большую емкость, больше, чем у некоторых конденсаторов. Ну а теперь давайте проверим тиристор. Между двумя вот этими выводами тиристора проводимость прямая, поэтому не надо подключать к ним наш прибор. Он покажет слишком большую емкость, а точнее не покажет ничего. Проверять надо между вот этими выводами. И мы хорошо можем увидеть, насколько изменятся показания прибора при подключении. В таком включении наш тиристор имеет емкость 6,8 нанофарады. Это очень большая емкость ПН-перехода, которую надо обязательно учитывать, когда вы создаете свои электронные устройства. Например, на частоте в 1000 Гц такой тиристор даже в закрытом состоянии просто будет проводить электричество. И это может привести к печальным последствиям. Подключив в обратную сторону наши выводы прибора, мы видим, что емкость увеличивается. Да, тиристор ведет себя как варикап. При приложенном напряжении в определенном направлении он начинает изменять свою емкость. Ну а какая же емкость будет между управляющим электродом и вот этим основным выводом? Здесь емкость точно такая же большая. На самом деле она ничем не отличается от емкости между вот этими двумя выводами и вот этими. Дело все в том, что сейчас между этим и этим выводом идет прямая связь. И полупроводник вот здесь и здесь, как бы мы ни пускали ток, пропускает ток в обоих направлениях. Вот такие удивительные, странные и малоизвестные свойства, о которых стоит помнить и о которых стоит знать. На этом все. Пока. До следующих встреч.